Так, всем привет! Люда Есени, Нью-Йорк, с той же точки снова. Вернулась сегодня утром, вернулась вчера. А знаете почему? Под моим сиденьем, водительское сиденье, и рядом со мной пассажирское переднее сиденье, мне кажется, что там такие есть, они называются сид... Как же они называются? Это сид-covered trims, что-то такое типа этого. Мне кажется, что вот эти штучки, которые как бы у сиденья, есть такие передние ножки, такие они железные штуковины, которые привинчиваются к полу. И мне кажется, что у обоих сиденьев было с двух сторон. Вот эти закрывашки, вот этих железных ножек. И я вчера не обратила внимания, получила машину и поехала, доверяясь же людям. Хонда, сервис, все как бы официально это. Хотя вот эти ребята, которые стоят, принимают, они вообще по-английски не говорят. Ну вообще не говорят по-английски. Абсолютно испаноговорящие ребята, они даже самые примитивные слова не понимают. Самые примитивные. Вот там элементарно им говоришь, там допустим, у меня appointment сегодня, там они вообще ничего не понимают. Они говорят только на испанском, не бум-бум на английском. Вот. И как бы тоже это, знаете, сразу подрывает доверие. Ты вот думаешь, а кто там ремонтирует? Там профессионалы или не профессионалы? Вот. Короче, не знаю. Ну я как бы все время приезжаю сюда, каждые полгода все тебе делают вроде, как бы никогда не смотришь ничего и не смотришь. Так вот, поехали. Когда вечером я Джарита забирала из летнего лагеря-то, я смотрю, валяется ножка одна от сиденья. И я, значит, прикрепляю эту ножку. Эта ножка от моего сиденья, от моего водительского. Она валяется почему-то. Сзади причем. Смотрю, а этой справа, которой внутренняя ножка, нету, она не закрыта. Посмотрела, рядом сиденье пассажирское. То же самое. Правая, как бы внешняя закрыта, а внутренняя не закрыта. Внутренняя, которая сюда, к центру. Сзади все закрышки, все три или четыре, раз. В общем, три или четыре закрышки, закрывашки вот этих железных основ есть. Значит, я приезжаю, забираю Джарита, мы приезжаем сюда. Да, еще под рулем мне показалось, что у меня там не было, как бы, что у меня там было, как бы, больше, вот та черная часть, которая закрывает, та черная часть, которая закрывает пол, и она идет кверху, да. Вот эта черная часть, она как бы, как будто там одну полоску не положили у самого руля туда. Да, кверху, к самому основанию руля, как будто бы не положили. Вот, значит, я приезжаю в шесть часов, нарываюсь на так... Эти вообще со мной разговаривать не хотят, которые там в окошке. Вообще, вот этот у них тут один нормальный, Крис, вот этот, которым я вчера попала. Они говорят, где бумаги, что вы сегодня были у нас утром, да. Я говорю, посмотрите, в компьютере, вот вам ID, в компьютере, вот мой driving license, все у вас в компьютере есть. Они даже не хотят разговаривать. Значит, я к менеджеру. Приходите завтра со своими бумажками. Я к менеджеру. Менеджер вообще, как говорится, пошел смотреть неохотно, ничего не хочет он делать. Пошел смотреть. Говорит, должна быть только внешне. Я говорю, ну, я помню, я постоянно вот эти наши коврики выметаю, мою. Я как бы, ну, не знаю, до сих пор у меня большие сомнения. Я говорю, ну, должно быть и внутренне. Я помню, что все четыре... Потому что уже было такое, соскакивала одна крышка, покрывашка вот эта. Я пыталась туда-туда. И, короче, помню, что вроде бы было на всех сиденьях. Ничего не понимаю. Он говорит, нет, 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 нет. Я к другому. Нашла какого-то другого начальника. Начальник такого индусского типа, как индус. Очень-очень такой подозрительно выглядящий. Тоже неохотно пошел, ничего не хочет со мной разговаривать. И то же самое. Нет, нет. Нет, он говорит, вам же сказали. Я говорю, I need second opinion. I want second opinion. Но я не верю тому первому. Не верю я ему. Что значит одна? Думаю, отбрюхивается, понимаете? Просто от меня отмахивается. Взяла этого бордача, который без челмы, но выглядит как в челме. То же самое, говорит. Ну, нет. Ну, хорошо, думаю, ладно. Значит, я обнаружила под рулем, как будто у меня там полоска. Как бы вот эта фетовая такая штучка. Как будто она не закрыта у меня. Такое ощущение. Как будто и полоску куда-то дели. Знаете, ну, мы люди подозрительные, да? Потому что все может... Я там капот открыла, вот этот передний, да? Капот открыла. Как листва лежала у меня вот здесь вот между капотом и стеклом. Как листва лежала, так и лежит. Да, думаю. Жидкость мне тоже показала, что они не добавили вот эту синюю жидкость, которая наливается окна очистителем. Ну, я как бы покупаю такие таблеточки, растворяю их в воде. Сама как бы думаю. Тоже впечатление такое, что банка пустая. Ну, короче, сразу отношение такое. Хотя это огромная плаза и как бы... Ну, сейчас все что угодно. Нету вот этого. Марку не держит. Абсолютно не держит марку. Вот. Короче, я решила. Сейчас я отвезла Джареда в этот кэмп. И это решила, что съезжу все-таки к этому Крису нормальный, адекватный. А перед этим, думаю, тут же рядом продажа. Там же, где я покупала. Думаю, дай-ка я заеду. Дай-ка я спрошу у них. Ну, думаю, нет. Сначала Крису. И Крис сделал точно так, как я хотела сделать с магазином. То есть он меня повел к другим машинам. Показал, открыл двери. Точно такие же машины, как моя. Honda CR-V, да. Ну, у меня 22-го года, но я не знаю, какая у них. Потому что я в интернете-то посмотрела. В интернете я посмотрела. Я попыталась найти. Ну, знаете, конечно, там не особо я искала, но мне кажется, продаются на eBay, использованные как две. Нету вот этих за крышек не найти, понимаете, на 22-й год. Вот чудеса-то. Не найти их на 22-й год. Машина у меня 22-го года. Новая, купленная. Без кредита, между прочим. Слава богу. Выкупила сразу так. С чемоданом денег пришла. Вот. Ну, чек, чек. С чеком пришла. Вот. И... Так, где мне заворачивать? Может, я еду прямо? Вот. И, значит, он сделал то, что я хотела сделать. Он просто пошел со мной. Ой, автобус-то что вообще, что ли? Так несешься. Тогда придется мне прямо ехать, наверное. Он пошел со мной. Так, это тоже хочется, тоже самый маневр сделать. Ну, давай, езжай, ладно, езжай. Давай. Пошел, посвятил мне в другие машины. Как бы увидела я и подкрыл под колесом, под рулем. Также у всех вот этот фетовое подстер... Нету черного там. Вот этой полоски нету. Также... Я просто думаю, где мне завернуть. Так же это. Нету внутренней закрывашки. Нету. Но я успокоилась, понимаете? Причем очень спокойно все, очень доброжелательно. Я там ему еще задала пару вопросов, потому что мне пришел имейл, типа, делайте инспекцию. Я говорю, я же вчера сделала, и вчера я получила второе напоминание про эту инспекцию. Что мне теперь делать? Он говорит, проигнорирую. Потом там я по инспекции, у меня все в зеленом, только одно почему-то в желтом. И я говорю, а почему? Никогда не было в желтом у меня. Новая же машина. Как это так? Почему этот какой-то фильтр в желтом? Он говорит, проигнорирую это тоже. В следующий раз придешь и покажешь, и мы тебе там что-то сделаем, почистим. Вот так вот. Ну, как бы очень суперспокойно все. Все так вот доброжелательно. И совсем, знаете, как-то по-другому. Не так, как вчера. Вчера я вышла вся расстроена, на нервах. И просто, знаете, в такое отношение думаешь. Я заплатила 160 долларов вот за эту инспекцию плюс мейнтеннесс, да. Плюс вот это, они сказали, что поменяли wheels и поменяли, значит, колеса. Как бы rotation колес и плюс еще, что там, что-то еще они там сделали. Ну, как полная инспекция годичная и так далее. И как бы думаешь, 160 долларов за как бы нормальные деньги, да. И тебе еще как бы закрывашки вот эти могут, ну, слушайте, на ebay две закрывашки такие стоят 35-40 долларов. 35-40 долларов. И думаешь, покупать, что ли? Вот так вот, понимаете. Как бы, ну, вот, я всегда удивляюсь, почему вот, вот этот, видно, Крис, это такой нормальный, типичный американец, который пытается, несмотря на то, что у них жуткий конвейер. Вот я сказала вчера, что я, мне три с половиной часа ушло, и хорошо, что я приехала к восьми, потому что едут и едут, едут и едут огромное количество машин, бесконечное, просто один за другим, один за другим. Вот такой конвейер. Вот, и они никогда не проставят, у них идет просто нон-стоп идут люди, нон-стоп идут машины. Так, еще вчера я оговорилась, выборы были, я так думаю, я потом уже думала, что это, почему я сказала 20-й год. Выборы-то были в 19-м, октябрь-ноябрь 19-го года, 19-го. И вот как только избрали Байдена, началась вот эта пандемия. Но, конечно, звоночки-то уже были осенью, вот мы, как медсестры, мы уже знали, что идет какой-то жуткий грипп из Китая, мы уже знали это осенью 19-го года. К декабрю мы точно знали уже об этом, что к декабрю 19-го года идет этот жуткий грипп. Ну, китайские, уже даже были люди, которые переболели им в декабре. Вот нас с Джаритом тогда скосило, нас скосило обоих в январе 20-го года. Мне кажется, мы переболели в январе 20-го года. Я тогда так кашляла, как никогда в жизни. Я просто... Это был такой жуткий кашель, что вот, я говорю, кота сдувала. Джарику было 2 года. И я помню, как вот эта вот температура поднялась. Мы были на площадке, вот так вот гуляли, все, гуляли. И вдруг, вдруг я просто с ним еле доползла до дома. Дом был рядом, я еле доползла. Я просто почувствовала себя настолько плохо. И все, я пришла, там была температура высокая, все. Вот это, я думала, что это обычный грипп. Но теперь я понимаю, что у нас тогда ковид. По нам ударил ковид. Потом он заболел. Или он заболел, потом я... Как-то вот так вот мы вместе с ним вот это в январе переболели 20-го года. А потом еще была куча раз. Куча раз. Но тогда, я думаю, что это был первый раз, когда мы просто впервые с ним заболели. Очень долго. Очень это было мучительно. Я очень долго кашляла, я задыхалась. Вот я тогда вам рассказывала, что... Ну, я просто не понимала, что за кашель такой. Мне потом болели все бока легкие в районе ребер, мышцы болели. Потому что я кашляла, не переставая. И это был такой мучительный кашель. Ну, это лающий такой был вообще. Ну, тогда особо не знали. Потом уже стали узнавать. А вот уже март, апрель, май. Вот это было жуть. Вот это было жуть. Жариту было два года. Все закрылось. И мы просто с ним наворачивали круги. Вот в этом парке, Марин Паркин. Мы просто с ним наворачивали круги. Ходили кругами. Вот такой был ужас. Просто с ним гуляли, потому что приходили как раз тут. Апрель начало цвести все. И это было так здорово, что все цветет. Это хоть какую-то давало надежду. Потому что мафия всех закрыла. Потом к сентябрю уже надо было, по-моему, к сентябрю 20-го или к зиме 20-го надо было уже всем сделать прививки. Это просто было мандатаре, мандатаре. Ты не можешь этого избежать. По-моему, это было к зиме у нас. Лето они там их изобретали. Ну, по поводу... Я была, конечно, если бы не дали волю, если бы не был выбор, я бы не стала делать прививки. Просто я уже чувствовала, что мы переболели раза два. Это как минимум. Хотя, говорят, полгода иммунитет. Но мне кажется, это раза два уже в 20-м году, мне кажется, мы переболели. Но я разговаривала потом с медсестрами, которые работали в госпитале. Ну, вот две сказали мне, что мир изменился к лучшему. Когда одна работала в emergency, то есть это скорая помощь. Она сказала, что просто они подняли головы и выдохнули. Когда до этого они просто это было нон-стоп. Нон-стоп шли. Умирали, умирали, умирали. Это все просто был кошмар. И что вот прививки, как бы, все. Люди... Мир стал другим. Их мир. Их мир госпиталей стал другим. Вот. И вторая также тоже мне сказала. Она работала не в emergency, но она тоже мне сама сказала. Не знаю, кому верить. Потому что вроде бы как они особой роли не сыграли. Но вот эти две медсестры, они все-таки авторитет для меня. Они говорят, что сыграли огромную роль. Что резко пошло на спад, когда стали делать клетки. По-моему, тогда летом первым делали пожилым. Было предложено пожилым делать летом. И вот я знаю, что им как-то только в Манхэттене делали. И мне говорили, что там были очереди. Вот это меня удивило очень, что там очереди были. Я думала, что никто не... Что все против прививок. Что-то я так считала. Мне говорят, что были очереди. Так. Так. Как вам наш Нью-Йорк? Как вам наш Нью-Йорк одноэтажный? Ой, я просто по таким улицам езжу. Что ты мне бибигаешь, нервный человек? Его раздражает, что я еду со скоростью 17 миль в час. Чего ты раздражаешься, а? Так. Вот это я не туда еду. Так. Так. Так, прям. Все. Несись, несись. На 30 с вами тикетом. Несись. Давай. Нервные люди в Нью-Йорке. Знаете, нервные. Но я, наверное, тоже кому-то кажусь очень нервной. Я, наверное, тоже кажусь какой-то нервной. Вот флаг американский и украинский. Да. Жизнь вообще, конечно, такая стала нервная. Так, работнички. Работнички. Я вот все время смотрела там, новости там. Ну, и в России, и в Америке очень много произошло этих таких каких-то стихийных бедствий. Там нету света. Где-то торнадо прошли, где-то что-то. Ну, вообще, конечно, думаешь, какая все ерунда по сравнению, когда вот нет электричества, например, да, нету кондиционера. Не могут работать. Люди живут в очень жарких климатах. Нету кондиционеров, нету того, нету сего. Не на чем там детям приготовить что-то. Еду даже не разогреть. Или что-то. У кого-то дома разбомбили, у кого-то вообще не представляю, вообще не представляю. С каким сейчас несчастьем люди, которые потеряли все, на что они собирали там целыми поколениями. Как это тяжело, как это тяжело. Когда они бегут там с детьми. А знаете, еще сколько людей бежит с больными детьми. С больными детьми. Вот это караул. Вот это кошмар. Вы знаете, всегда думаю про это. Не знаю, как они бегут. Есть дети там, допустим, аутисты, там еще что-то. Они не могут сесть на месте. Они очень гиперактивные. Они вот такие все на взводе вечно. Они что-то кричат. Они бегают. Как вот с этими детьми люди срываются с места своих там разбитых домов и бегут куда-то. Вы знаете, это просто врагу не пожелаешь. Сколько сейчас таких ситуаций. Не у всех есть на что бежать. Далеко не у всех есть малейшие даже сбережения. Даже малейшие сбережения, чтобы куда-то уехать. Так, вот этот мальчик еврейский, он меня напрягает. Почему я знаю, что еврейский, у него из-под футболки торчат такие белые ниточки. Белые ниточки говорят о том, что он в специальной одежде. Так, все буду заканчивать, друзья мои. Вот так вот покаталась. Вот еще сегодня куча дела. И спала очень мало я сегодня. Проснулся 4 часа. Что такое? Старость подкралась незаметно. В 4 часа легли около 12. Я легла около 12. В 4 сна не в одном глазу. Хотела потом заснуть. Сейчас вот сонная до невозможности, но не надо кое-что поделать. Так, ты долго будешь стоять? Уже все, зеленый, езжай. Красная Хонда. Видите, я терпеливая сегодня. Я никому не бибикую. Не несу сломя голову. Да. Столько людей. Не знаю, может быть, потому что во многое мудрости много печали. Кто умножает познание, тот умножает скорбь. Потому что лучше, может быть, не смотреть вообще новости, я так думаю. Потому что, когда смотришь новости, то просто диву даешься. Сколько людей возвращается вечером домой по той или иной причине. Надо вообще, знаете, надо очень на все спокойно смотреть. Вот руки, ноги целые, все целое. А все остальное ерунда. Вот и слава богу, там голова целая. Все целое. Так, красная машинка. Давай уже. Ну давай. Вот она ползет 10 миль в час. Еле это. На светофоре еле разгоняется. 10 миль в час едет. Ладно, все, друзья мои. Буду выключаться. В одно и то же место дважды съездила. Все, будем ждать лучшего. Все, пока-пока.